Ну а через Тюмень пройдет трасса до Китая. Михаил Мишустин еще в апреле объявил о выделении дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающие развитие дорожной инфраструктуры. В частности, деньги пойдут на строительство маршрута Европа-Западный Китай через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск. Новые маршруты помогут развитию сотрудничества и на неделе в нашем регионе работала делегация из Поднебесной. Мы интересны друг другу, особенно в новых экономических условиях. Моя коллега Татьяна Воротилова готова рассказать подробности. Таня, здравствуй, ждем. Надеюсь, с гостями удалось пообщаться лично. Только вот интересно, на каком языке? На каком, на каком, не китайском точно. Гости хорошо знают русский язык, поэтому мы, надеюсь, поняли друг друга. Наши бизнесмены тоже сделали правильные выводы и теперь строят грандиозные планы. Об этом чуть позже. Сейчас предлагаю послушать ответ на главный вопрос. Почему Тюмень? Почему к нам приехали? Люди хорошие. Реально, я говорю, я не шучу. Чем Тюмень мне очень понравился, это стабильность в персонале государственных учреждений. Это много говорит, и в бизнесе это очень сказывается. Отношения между Китаем и Россией становятся лучше и лучше. И, ну, как многие западные или американские бренды уже уходят или ушли из рынка России, но это дало больше возможностей для китайских брендов. Ну, как и у нас тоже есть свои собственные бренды, но для нас это большой шанс. Китайцы знают, о чем говорят, и тюменцы тоже намерены не упускать шанс для развития. Тем более, почва благодатная уже есть. Только в прошлом году внешний торговый оборот Тюменской области с Китаем достиг почти 400 миллионов долларов. Из них экспорт 274, импорт меньше 116. В основе экспорта полимеры и полипропилен, фанера, пиломатериалы и даже чистая питьевая вода. Что касается импорта, то это изделия из черных металлов, оборудования, механические устройства, полимерные материалы. Сейчас бизнесмены из Поднебесной готовы с тюменцами развивать инновации на базе технопарка, участвовать в развитии нефтегазового кластера. По нефтегазовому оборудованию раньше были определенные препятствия, так скажем, к этому. Сейчас их стало меньше. Определенная специфика того времени, который сейчас все равно накладывает печаток. Поэтому мы, я думаю, что с китайскими партнерами сейчас общие проекты сможем сделать. Китайцы активно интересуются нефтепродуктами. В частности, готовы покупать в больших объемах нефтяной кокс. На него в Поднебесной сейчас огромный спрос. Эта деловая встреча завершилась конкретными договоренностями. Нефтяной кокс в Китай будет поставлять сургутская компания. На начальном этапе настроены на годовой товарооборот в районе 4 миллиардов. Дальше больше. Нам удалось договориться с китайскими партнерами. Уже подходим к стадии заключения договора на поставку вторичных нефтепродуктов. В принципе, на днях уже подпишем договор и начнем реализацию этого проекта. Компании необходимо решить вопрос с грамотной логистикой. Но это не проблема, сказали китайцы. И обещали помочь. На их взгляд, тюменцы должны больше внимания уделять упрощению торговых процедур. Особенно для оборудования. Это такая вещь, что покупателям пока не проведено соответствующее количество испытаний, работорной работы покупать не будет. А для производителя, пока нет покупателей, они себе не позволяют, ну кому позволять без покупателей. Ну тогда образуется замовое кольцо. Надо это кольцо разбить. И здесь дело не в законодательных барьерах, считают китайцы. Препятствия на уровне исполнения. Преодолеть это можно, найдя общий язык. И в прямом смысле тоже. Эти гости русские и, как мне показалось, русских уже выучили. Осталось дело за нами. Студия. Заметно и спасибо, Татьяна.